Скажите мне, пожалуйста, зачем вы здесь? Зачем вам MBA? Закончил MBA в IT, никакого эффекта? Закончили один MBA и хотите еще другой? Я хочу понять, что сэкономировалось. Новый виток в развитии. Новый виток в развитии. Хорошо. А в развитии чего? Личных компетенций. Что мешает развивать личные компетенции без MBA? Ничего не мешает, я их развиваю. Только там это будет более комплексно, сосредоточено. Позвольте спросить, ваша позиция сейчас? Где вы работаете, чем вы занимаетесь? Финансовый директор. Финансовый директор. Я могу предположить, это где-то 100 плюс туда заработная плата. Хорошая MBA стоит примерно в год, если российскую или западную рассматриваем? Западную. 40-50 тысяч долларов примерно, да? MBA фулл-тайм или экзекутив? Фулл-тайм. Фулл-тайм, два года. Это где-то от 120 до 200 тысяч долларов за то, чтобы немного промотировать себя в развитии. Я не сказал, немного. То есть вы хотите за 200 взять по полной? Новый виток, новый виток, новая ступень. То есть для того, чтобы мне, ну вот я просто пытаюсь, я позвольте, вот если кто-то не понял, что тренинг уже идет, мастер-класс уже идет. Если вы думаете, что за 200 тысяч долларов я могу получить виток в развитии, я возникает у меня всегда, вы же финансовый директор, да? У нас с вами, ну я как банкир, мы с вами познакомимся чуть попозже. Альтернативные источники и вообще альтернативное использование этих средств, оно существует за 200 тысяч? Ну в принципе, да, хорошо. У кого еще? Зачем вам MBA? Да, давайте. Побежаться с изморушниками. За 200 штук. Новые знакомства. Новые знакомства. Сколько стоит билет до JFK? Ну, в Нью-Йорк. 800 долларов туда-обратно. Сколько стоит взять в аренду машину, чтобы доехать до Силикон Валя или там потусить в Палу-Альто? 100 долларов в день более. Какой? Ну, если ты будешь с ними решение продолжительного времени, решать общие вопросы? Снять квартиру в месяц стоит 600 долларов, да? Примерно. Можно на круизный лайнер поехать? Там другого типа общения. Нет, еще, я на самом деле не шучу. Вот 200 тысяч долларов на кону. Нетворкинг. Правильно я понимаю? То есть задача нетворкинг. Хорошо. Но я рассматриваю это как инвестиции в себя, чтобы потом больше зарабатывать. Инвестиции в себя 200 тысяч. А когда же бывает? Ну, лет за пять я так узнавала, что в школу покупаемость... За счет чего? Позвольте спросить. Другая позиция, другая, может быть, компания, другая заплата. Кто-нибудь из вас здесь есть из мира HR? Human Resource. Вы принимаете людей на работу, да? Было ли хоть раз в вашей практике, только честно, смотрите мне в глаза, MBA с топ-фактором или наоборот фактором, который безусловно повлиял на принятие кандидата на работу? Не влияет. Зачем? Ну, есть момент, когда устройство на практику, что ведущая компания, в которую устраиваются другие, определенные бизнес-школы. То есть, чтобы получить возможность быть в определенных регионах. Ну, возможно. Трудно, конечно, сопоставить стоимость возможную этого решения и результат. У меня всего 30 минут. На мой взгляд, я как бы очень рад этому и возможности. И, безусловно, с другой стороны, очень сильно расстроен. Почему? Объясню. Самая короткая моя программа работы в коучинге с руководителями или с людьми, которые хотят что-то сделать в своей карьере, занимает примерно месяц. Самая длинная корпоративная программа примерно 3 года. Что можно успеть за 30 минут? Я постараюсь показать вам возможные варианты использования MBA, его плюсы, его минусы в карьере топ-менеджера. Или вообще руководителя как такового, становления таким руководителем. За 30 минут, в принципе, в нашей обычной жизни мы очень сильно можем с кем-то поругаться. Причем достаточно серьезно поранив человека. Морально, этически и, в общем, всячески сделать так. За 30 минут можно установить отношения. За 30 минут мы можем сделать так, чтобы поднять человека к высотам, сделать так, чтобы его мотивация была максимально зашкаливающая. Поговорить с человеком так, чтобы он готов был свернуть горы. Но 30 минут можно также провести впустую. То есть абсолютно просто просидев, активно не общаясь, не поднимая руки и так далее, и так далее, и так далее. Так как нас двое здесь, я с одной стороны, вы с другой стороны, у нас получаются две цели. Моя цель, ваша цель и, соответственно, задачи мои и ваши. Моя задача показать и рассказать, что может произойти с вами, если вы сделаете правильный выбор. А ваша задача подумать о том, что может не произойти, если вы ничего делать не будете. Потому что, вспоминая замечательную сказку о Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», помните, когда Алиса встала на граммофонный диск. И чтобы ей стоять на месте, она вынуждена была бежать. А чтобы двигаться вперед, ей нужно было бежать еще быстрее. Так вот, наша цель сегодня – бежать. Бежать очень далеко. Жизнь – это марафон. Она очень длинная. И это, к счастью. Все мы, надеюсь, живем лет до ста, как минимум. Потому что все для этого делается. И в этом смысле принятие решения, оно всегда очень важно. Тем более решение относительно вашей карьеры. Отношение того, как учиться. Отношение, куда вкладывать деньги. Отношение к тому, что вообще мне предстоит сделать. И вновь возвращаемся к вопросу. Почему? Почему? Зачем вы здесь? Вот реально, попробуйте сейчас, 10 секунд, задуматься и ответить себе на вопрос. Зачем вы сюда пришли? Я не случайно сделал несколько слайдов на эту тему. Это важнейшие вопросы. Самое главное – понимание того, а зачем вы сюда пришли. В плане того, что вы хотите сделать со своей карьерой. И зачем вам MBA, если вы начинаете об этом думать. MBA – это инструмент. Нужно четко отдавать себе отчет для решения, какой задачи он вам необходим. Еще вопрос. Я уже спросил, почему же так важно для вас развитие? Почему вы действительно об этом серьезно задумываетесь? Тоже подумайте. Моя цель сегодня к концу выступления сделать так, чтобы у вас у каждого было несколько поинтов записанных в телефоне, в тетрадке. Почему я здесь? Какую задачу я решаю? Какую цель я преследую? Что происходит с моей карьерой? Зачем мне это нужно? Это самые главные вопросы. И мне повезло задать их вам, выдернув вас из суеты нашей жизни. Потому что в этой ситуации, в этой беготне, в которой мы живем с вами в Москве, эти вопросы вам вряд ли когда-то удается себе задать. Или кто-то вам их задает. Отвечая себе на эти вопросы, вы сможете понять, а что делать дальше. Если вам нужно MBA только для корочки, или если вы считаете, что MBA позволит вам получить более высокооплачиваемую работу сразу после того, как закончив MBA, вам явно не сюда. Давайте немного поговорим о трендах. Что вообще происходит в нашем мире сейчас, для того, чтобы вообще подойти к вопросу, и вообще, что делать с карьерой, в принципе. В России падает рынок. Снижение прибыли, снижение продаж, снижение потребления. Рынок падает. Что вы готовы противопоставить в своей карьере падающему рынку? Ну, и лично я помню все кризисы в России связаны. 98-й, 2007-й, 2014-й. Мы как раз в 2007 году кризис ликвидности испытали на себе, когда приобрели банк, и понимали, что это такое. Но сегодня другой кризис, затяжной. Мы вообще перестали думать о том, что мы в кризисе. Ваша карьера напрямую зависит от кризиса. Я бы хотел вам рассказать моменты касательно тренда, который сегодня существует в эффективности. Если вы помните, в России в начале 19-го века, я уверен, что вы были там, были бурлаки на Волге, которые вообще на всех реках, которые являлись единственным движущим средством силы, которое перетаскивало суда по рекам. Это примерно, их количество насчитывалось около 700 тысяч до 1 миллиона, и в конце 20-го, в начале 20-го века это примерно составляло 1,5% населения России. Но изобретение парового двигателя полностью изменило всю картину. Соответственно, эти люди стали не нужны, потому что они стали неэффективны. С другой стороны, я вам привел фотографию Формулы-1, где происходит пит-стоп. Знаете, что такое пит-стоп? Это когда подъезжает машина на скорости примерно 80 км в час. 24 человека, 12 человек, которые стоят, меняют колеса. Два человека с домкратами, которые поднимают автомобиль. Две секунды на то, чтобы заменить колесо. Я когда смотрел этот ролик на YouTube, я сначала не увидел, как это происходит. Просто там... Я поставил, знаете, есть возможность там поставить, изменить скорость, замедленную сделать, кавер. Я посмотрел внимательно, 12 человек, синхронно, отлаженные действия, эффективность. Сделайте маленькую самооценку своего собственного уровня эффективности с точки зрения той компании, в которой вы работаете. Насколько вы сейчас эффективны. Диджитал. Ну, про это можно вообще спокойно говорить, что мы сегодня живем в эпоху цифровой экономики. В 2015 году информационные технологии прекратились в свое существование, стали диджитал-технологии. То есть мы фактически вами сегодня живем в цифровом мире. Если мне кто-то скажет, что это не так, то я элементарно это докажу. Покажите мне, пожалуйста, свои телефоны. Прямо включите экран. Да. Давайте посмотрим, да. Может быть, у кого-то кнопочные есть. Ну, посвятите экранами. Вот, смартфоны, да, отлично, прекрасно, все, вот, супер. Вы проголосовали только что за технологии, потому что кнопочных телефонов уже нет. Мир никогда не будет другим. И это значит, что полностью стирается отношение между людьми и роботами. Фактически сегодня наступает эра роботов. Насколько ваша профессия? В 2016 году было издано 6 тысяч бизнес-книг. А начиная с 1990 по 2017 были издано порядка 15-20 тысяч бизнес-книг литературы. Сколько из них вы прочли для того, чтобы говорить о том, что вы в тренде? Скорость. Я недавно разговаривал с директором Google. И они говорили, что мы планируем на 50 лет или на квартал. Потому что технологии очень быстро меняются. Максимально быстро меняются. А что происходит с вами, лично вы, каждый здесь из вас присутствующих? Насколько вы четко, трезво отдаете себе отчет, что происходит с вами? Насколько вы эффективны сегодня? Насколько вы являетесь лидером по отношению к самому себе, к вашей жизни? Насколько вы однозначно, однозначно отдаете себе отчет в том, что вам необходимо делать то, что вы делаете? Подумайте об этом. Давайте поговорим о мифах, которые существуют в отношении MBA. Это, безусловно, возможность карьерного роста. Это, безусловно, возможность вырасти в своей заработной платы, потому что кто-то должен вам заплатить почему-то больше, потому что вы, видите ли, захотели проучиться два года в какой-то хорошей западной бизнес-школе. И третье, это, возможно, то, что ваш бизнес или ваша компания или ваш стартап, который вы хотите открыть, будет, безусловно, лучше, когда вы получите себе эти звания. Еще иллюзия есть такая, что два года потусив в хорошей бизнес-школе, попив пиво по вечерам с одноклассниками, однокурсниками, это называется модным словом, аламни. Вдруг ни стало ни всего, хедхантеры начнут приходить к вам, предлагать вам более высокие зарплаты, чем у вас есть, от того, что просто вы сейчас там учитесь. Потом вас сразу возьмут, без собеседования фактически, в крупную компанию. Вы сядете за хороший стол, наверное, вот как этот. Будете сидеть, поглаживая этот стол в своем кресле, и думать, все будут думать, какой вы гуру, прерываясь только на поездки на яхтах, может быть, на игру в гольф, с какими-то сильными людьми мира сего. И вы будете чувствовать, что все потому, что у вас есть корочка МБИ. Но так ли это на самом деле? Я помню, застал еще те времена, когда на визитке писали кандидат наук. И это было круто. Сегодня на самом деле ни приписка ни кандидат наук, ни МБИ, как это было популярно в Америке в начале 2000-х годов, она не играет никакой роли. Играет совсем другая роль. Вы, как личность, что вы можете противопоставить этому? Когда мы в 90-е годы начинали свои бизнесы, у нас не было ни знаний, ничего. Мы делали рекламу, смотря вырезки из журналов, которые привозили нам из Японии. Смотри, о, классно, давайте ты читаешь, компонуем. Мы читали какие-то обрывки в газетах. Сегодня все по-другому. Сегодня все изменилось. Есть доступ к информации. Но очень многое зависит от человека, от того, насколько вы готовы честно себе ответить на вопрос, зачем вы здесь. Моя история очень проста, я бы вам ее рассказал, у нас для этого нет времени, но я вам просто два слова скажу. Потому что когда-то давным-давно я тоже узнал о том, что есть такое MBA. И когда-то, прочитав вырезки из газетных журналов, я видел рейнтлинги этих школ, я увидел, сколько получают выпускники, и это действительно меня заразило. И оно было у меня, знаете, какой вирус, который созрел. И первое мое знакомство с ними произошло в университете Аляски, Иван Корич, когда в 1999 году я там учился. Мне очень хотелось посмотреть на этих людей, что такие люди из MBA. Я пошел в администрацию, посмотрел, обычные люди, все нормально. Я взял документы, он так, к сожалению, не поступил, хотя я попал в сети MBA и являлся слушателем Московской школы бизнес-управления Сколковой на Executive MBA. И, конечно, я вам рекомендую посмотреть фильм «Фирма» с Том Крузом, может быть, вы его видели. Там есть прекрасный момент, когда он, выпускник престижнейшей юридической школы, сидит на собеседовании, и одна юридическая фирма из Мемфиса кладет ему конверт, в котором есть все его мечты. Я вам очень желаю, чтобы у вас такой конверт тоже появился, но к нему еще раз предстоит следующие серии вопросов, которые снова говорят мне о том, почему, зачем, что вы хотите достичь своей карьере, какие ваши карьерные ожидания, что вы хотите изменить в своей карьере, что вы хотите изменить в своей отрасли, для чего вы сюда пришли с целью получить MBA, для чего. Это самый главный, важный вопрос, который бы я хотел вам сегодня задать. Давайте немного поговорим о том, что не дадут вам школы MBA. Отчасти информация, которая там преподается, она уже немного устарела. Вообще любая информация, которая есть, она устаревает. Мы должны четко отдавать себе отчет о том, что Digital сегодня меняет все. Следующий очень важный момент. Никто не гарантирует вам то, что что-то изменится в вашей карьере. Все зависит только напрямую от вас. Потому что всегда есть альтернатива. Мы с вами говорили о том, что любые инвестиции, любое время можно альтернативно использовать для того, чтобы получать необходимые ресурсы. И в этом смысле можно использовать пример стратегических допущений. Что будет, если я поступлю? Что будет, если я не поступлю? Что будет, если я использую эти деньги в другое направление? Что будет, если я смогу инвестировать это время в другое направление? Что может быть? Понимаете, уровень допущений. Попробуйте поэкспериментировать с собой, ради чего вы все это делаете. Давайте посмотрим, что же все-таки можно получить, если вы серьезно инвестировали деньги и развитие в MBA. Какие преимущества нам дает сегодня MBA? В первую очередь, это безусловно знание о бизнесе. Заметьте очень важный момент. Знание не о том, как управлять бизнесом, а знание о бизнесе. Ни одна бизнес-школа не учит тому, как реально спасти компанию, которая находится в кризисной ситуации. Но знание о бизнесе вы получите. Вводный маркетинг, финансы, управление персоналом, стратегия и так далее. Во всех бизнес-школах, к примеру, один базовый набор предметов. Вы все получите. Если говорим об MBA, это вводная часть и серьезно структурированные данные. И то же самое, о Executive MBA, более практическое. Следующее. Безусловно, если вы поступите и проучитесь в западной бизнес-школе, это доступ в крупные мировые компании. Это примерно то, о чем вы мне говорили. Но это доступ. Это не гарантия. Все зависит от вас. Опять же, если вы будете выдающимся человеком, который четко понимает, зачем это нужно, тогда можно об этом говорить. Еще один важный момент – персональный бренд. Безусловно, очень круто написать в резюме, что у вас есть Executive MBA или MBA. Но персональный бренд, в первую очередь, должен являться вами как инструмент управления вашей карьерой. Вообще, персональный бренд сегодня – это неотъемлемая часть того, что вы становитесь профессионалом. Сегодня уже не берут на работу Романа Дусиенко или еще кого-то. Сегодня берут на работу бренд. А что такое бренд? Это решение тех самых главных задач, которые вы, как кандидат, сможете решить собственнику. И вы, как кандидат для собственника, такой же станок, как и все остальные. Вы четко должны понимать, что любой человек, принимая вас на работу за более высокие деньги, ожидает от вас более высокой отдачи. Это значит, что вы должны принести такую пользу, которая покроет слегка вашу стоимость, а также еще даст более высокую дополнительную стоимость. Контакты. Это плюс, безусловный плюс. Количество выпускников MBA растет по всему миру. Растет огромными темпами. Поэтому вы сможете воспользоваться этим вопросом. MBA – это ваш бизнес-проект. Если вы имеете хоть какое-то отношение к бизнесу, вы прекрасно понимаете, какими критериями можно измерить бизнес. Это возвратные инвестиции. Самый главный критерий собственника – сколько денег приносит ему вложенный капитал. Посчитайте с точки зрения вашего. Чтобы мне самое главное хотелось вам сказать, фундаментом вашей жизни, фундаментом вашей карьеры будут являться ваши базовые потребности, ваши ценности. То, на чем строятся ваши ежедневные поступки. Вот вы сегодня здесь. Это доказывает то, что для вас важно развитие. Если вы сегодня здесь, это доказывает то, что для вас действительно важно что-то изменить в своей жизни, сделать вашу жизнь немного лучше. Подумайте об этом. Подумайте и поработайте над собой. Возьмите, почитайте какие-то мастер-классы, найдите информации огромное количество. И все же мне хотелось бы сказать, что MBA это некий тюнинг. Потому что вы должны уже быть сложившейся личностью. У вас должен быть опыт. У вас должно быть представление о том, что вы делаете для того, чтобы стать лучше. Стать лучшей версией себя. Здесь на слайде нарисована, видите, одна нога в пуантах, а другая нога без. То есть, по большому счету, силы и время, вложенные в получение MBA, если вы сделаете то же самое. На своем рабочем месте, инвестируя в свое образование, покупая модульные курсы, четко и точечно решая стоящие перед вами задачи, результат примерно может быть одним и тем же. Напоследок, мне бы хотелось рассказать вам одну очень короткую, но очень веселую историю. Представьте утро в Африке. Жарко. Только-только поднимается солнце. Просыпается антилопа. И первая мысль, которая приходит в голову, она говорит, чтобы не стать завтраком льва, ей нужно бежать. Лев просыпается, понимает, что ему нужно бежать за антилопой, потому что если она от него бежит, он останется без завтрака. Поэтому неважно, есть у вас MBA, нет у вас MBA, нужно бежать очень быстро, для того, чтобы двигаться вперед. Но и в этом смысле я бы хотел сказать, что в жизни всегда необходимо место иметь для карьерного коуча или карьерного наставника. Подумайте о том, кто бы мог для вас этим быть. Возможно, у вас есть человек, с которым вы можете общаться. Возможно, это человек, который из вашего близкого окружения. Если нет, вы можете найти и обратиться ко мне. Мы можем тоже на эту тему с вами поговорить. Так вот, я не представился буквально в конце. Я хотел сказать, кто я такой. Я являюсь участником крупнейших российских банкских слияний и поглощений. Объединял Росбанк и группу банков ОВК. Я продавал УТП-банк. Я создавал свой собственный банк, Кубань-банк. Мы его продали инвест-холдингу польскому. Они создали идея банк на его форме. Потом я в 2012 году организовал проект «Бизнес-завтрак». В Ютьюбе огромное количество наших завтраков со всеми известными людьми Российской Федерации и зарубежными тоже спикерами. А с 2015 года я занимаюсь обучающим проектом, который называется «Только вперед», в рамках которого я и занимаюсь тем, что помогаю людям найти точку зрения и найти правильный путь. Так вот, о правильном пути. Могу вас попрыть на секунду, закрыть глаза и просто рукой мне показать, где находится север. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Просто закройте глаза и вытяните руку куда-нибудь. Да, да, пожалуйста, все. Вот все прям. Возьмите, вытяните руки. А теперь, не опуская руку, откройте глаза и посмотрите друг на друга. У каждого север свой. Поэтому очень важно найти того человека, который поможет вам правильно выбрать это направление. Здесь мои координаты. Я надеюсь, я был вам полезен. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рад вам на них ответить вот буквально в течение какого-то времени. Спасибо. 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 Спасибо.